Продолжение следует... В эфире программа «Актуальное интервью» и я ее ведущая Виктория Черкова. Тема нашей программы «Наследство» и состав наследственного имущества. Сегодня у нас в гостях Венерея Ахатовна Браташова, президент Нотариальной палаты Ульяновской области. Венерея Ахатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как известно, человек может получить в наследство не только реликвии, ценности и всякие автомобили, квартиры, но и долги своих родственников. Скажите, как так получается? Ну вот в настоящее время это вид наследственного имущества, долги наследодателя стали очень, будем так говорить, популярны. То есть наши граждане живут в реальном мире, берут кредиты, берут где-то, где-то занимают деньги. И, соответственно, после их смерти обнаруживается, что у умершего не только есть активы, то есть имущества, какие-то имущественные права и обязанности, но и пассивы, то есть имущественные обязанности, которые не связаны с его личностью и наследники, которые наследники также получают в наследство. Это очень такой тяжелый момент в наследственном праве. Я хочу обратить внимание, что при наличии долгов нужно понимать наследникам, что они своим имуществом не будут платить за эти долги. Они будут расплачиваться за долги наследодателя в пределах той суммы наследственного имущества, которую они получают. Но платить они будут обязательно. Если гражданин, который умер, в отношении него была начата процедура банкротства, потому что у него очень много было долгов, уже начата, и вот, например, стадия была реструктиризации долга. В этой ситуации реструктиризации долга не будет, а уже сразу пойдет реализация имущества, и наследник получит только то, что останется после реализации и передачи всех долгов тем людям, которым должен был умерший. Если никакого имущества не останется, то ничего наследника не получит. Кстати, Венера Ахатовна, если все-таки наследник получает наследство, и его не хватает для погашения долгов, его имущество, которое он нажил, оно будет участвовать в оплате? Ни в коем случае. Нет. Его имущества не будет. Но единственное, на что я хочу обратить внимание наших, наверное, зрителей, это на то, что не всегда долги связаны с наследством. Если гражданин взял кредит в банке, у него может быть созаемщик, у него может быть поручитель. Которые заключили тоже соответствующий договор. Так вот эти люди, независимо от смерти гражданина, и независимо от того, что они наследниками являются, они будут находиться в другом правовом поле, и они долги будут выплачивать в полном объеме. Потом они в качестве регресса могут предъявить иск к наследникам, но получат от наследников только то, что получил наследник сам по наследству. Если он ничего не получил, значит, они тоже ничего не получат. Кстати, о разнице в правовых полях. Например, у кого-то отец ушел из жизни, но он оставил алименты, например, в другой семье. Дети этого отца будут их выплачивать? Нет. Это личные права самого умершего наследодателя. Они по наследству не переходят. Другое дело, что если гражданин, с другой стороны, если мы посмотрим, гражданин получатель алиментов, и он умирает. Тот долг, который не выплатил, тот, кто платил алименты, переходит по наследству. Это уже денежная сумма, которая установлена в судебном порядке, либо добровольно, и которая переходит по наследству к наследникам. А вот за умершего личные его неимущественные обязанности никто исполнять уже не будет. А есть ли сроки давности у долгов? Можно ли так подгадать, что прошло, например, лет 10-15, а не аннулировались? Ну, в принципе, это, конечно, сроки давности есть у нас везде. Если гражданин хочет получить наследство, он должен его получить в течение 6 месяцев. И, как правило, 6-месячный срок считается пресекательным, который определяет количество наследников, если мы говорим о долгах, например, наследодателя. И в отношении остальных у нас граждан предусмотрен общий срок 3 года исковой давности, но он начинает течь не с момента обязательства, а с того момента, когда тот, чьи права нарушены, узнал о том, что его права нарушены. Во всех случаях в этих будет разбирательство в судебном порядке. А когда, например, люди оформляют кредит и там предлагают страхование жизни, как-нибудь эта страховка может участвовать и как бы выстрелить в этой ситуации, когда требуется наследование долгов? Там ведь не страхуется жизнь, там страхуется сам кредит. То есть, если форс-мажорные обстоятельства наступили, в этой ситуации страховые возмещения покрывают уже все расходы по уплате вот этого кредита. И я могу вам сказать, что в нашей области достаточно большое количество людей, которых вот такая ситуация по страхованию очень выручает. Но, к сожалению, у нас договоры, кредитные договоры до 15 лет выдаются гражданам кредиты. Гражданин, как правило, вот, ну, в силу каких-то определенных своих таких особенностей, страхуют один год, а потом тянет, забывает, на меньшую сумму страхуют. Контроль за этим может быть и существует. Я, в общем-то, не могу утверждать, что его совсем нет. Но, судя по тому, как к нам приходят с наследственными делами, уже на последних годах выплаты кредита никто ничего не страхует. И здесь бремя ответственности ложится на наследников. Вот наследники могут отказаться от выплаты долгов? Есть ли лазейка, может, какая-нибудь? Ну, понимаете, вот для того, чтобы получить наследство, это значит и активы, и пассивы, нужно его принять. Гражданин-наследник в течение шести месяцев может отказаться от наследства. И если он отказывается, он отказывается от всего. Нельзя отказаться от счастья. Отказываешься от всего, то есть и от активов, и от пассивов. И тогда уже вопросы решаться будут несколько по-иному. А просто отказаться только от долгов нельзя. Кстати, может быть, не один наследник, потому что многодетные семьи есть. Если, например, трое детей унаследовали, и там еще долги, кто их будет выплатить? Каждый из них в своей части имущества. Каждый. И если, ну, там, в общем-то, пропорционально между ними будет все это делиться. Все эти долги. Это будет равно никому не будет стабильно? Нет, равно будет всем равно. Но я хочу еще обратить внимание, здесь, чтобы не путали наши уважаемые слушатели, в состав наследственного имущества не входит супружеская доля. То есть, если супруги приобрели имущество в период зарегистрированного брака на совместные средства, независимо от того, кто является титульным собственником, муж или жена, второй супруг имеет равные права на это имущество. В случае смерти одного из супругов второму выделяется, ну, так называемое, выдается свидетельство о праве собственности пережившему супругу. И уже вторая часть имущества, она включается в состав наследственной массы. Вы объяснили сейчас, как переходит наследство, как долги, кому они переходят, как они делятся. А как получить наследство? Нотариально, это, наверное, к вам надо обратиться к нотариусам. Да, это, безусловно, нужно обратиться к нотариусам. Если, вот, я хочу сказать, время открытия, определение некоторое дать, время открытия наследства, это день смерти того человека, после которого открывается наследство. Этот человек называется наследодатель. Вот наследники, это те, кто наследует. У нас основания наследования сейчас три. Первое, самое главное, это по завещанию наследования. Второе, это наследование по наследственному договору. И третье, это наследование по закону, где предусмотрена очередность призыва наследников к наследованию. И предусмотрены восемь очередей наследников. Последним восьмым является государство. Это тогда, когда уже никого нет. Для того, чтобы наследник принял наследство, он должен его принять, чтобы получить. Заявить о своем праве. Он должен принять наследство, и принятие наследства осуществляется двумя способами. Первый способ – это путем подачи заявления о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя любому нотариусу в субъекте, где это наследство открылось. То есть, если это город Ульяновск, любому нотариусу можно обратиться в течение шести месяцев с заявлением о принятии наследства. Кроме того, есть второй способ принятия наследства – это так называемое фактическое вступление в управление наследственным имуществом. Если гражданин к имуществу относится как к своему, платит за него налоги, ухаживает, производит ремонт, производит какие-то работы для улучшения состояния имущества наследственного, должен он эти все действия производить в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, и в этой ситуации он считается фактически вступившим в управление наследственным имуществом. Для нотариуса важна здесь справка, ну, например, управляющей компанией о совместном проживании наследника и наследодателя, уплата коммунальных, оплата коммунальных платежей, оплата каких-то работ по приведению придомовой территории в нормальное состояние. И тогда нотариус принимает даже по истечению шести месяцев от наследника заявление о принятии наследства. Если никакими документами невозможно доказать факт фактического принятия наследства, вопрос решается в судебном порядке. Но еще могу сказать, что если несколько наследников, ну, например, двое детей, один обратился с заявлением к нотариусу, второй, ну, как-то вот... Не успел, например, не приехал с другого города. То согласие первого, который и доказал свое родственное отношение, и в течение шести месяцев обратился к нотариусу по его заявлению, которым он продлевает своему второму родственнику срок для принятия наследства, мы такое заявление тоже можем принять. А что будет, если все не обратятся? Например, полгода уже прошло, кто-то умер, например, и никто не явился. Куда это все девается? Это имущество выморочным становится. Это что значит? Это значит, что право на это имущество возникает у государства. В отношении жилых помещений это у муниципальных органов, которые, соответственно, этими вопросами занимаются. В отношении земельных участков, денежных вкладов и прочего имущества это у Росимущества. Эти органы подают заявление в нотариальную контору, если пытаемся мы еще разыскать наследников, объявления даем в соответствующих сетях, объявления даем и в средствах массовой информации даем объявления. Многие, наверное, читали, даже в российской газете иногда есть объявление, что разыскиваются наследники такого-то гражданина. Если никто не находится, то в данной ситуации документы о праве на наследство выдаются государству в лице соответствующих органов и, соответственно, распределяются ими уже в соответствии с действующим законодательством. То есть, если это денежные средства в бюджет, если это квартиры, то на очередь, нуждающимся в улучшении жилищных условий, ну и так далее. То есть, каждому, у кого есть наследство, надо обратиться в течение полугода обязательно, иначе вот такие последствия действительно будут. Ну, вы знаете, это очень редкое явление, потому что в основной массе все наследники знают, что вот случилась беда, и даже зачастую, не успев похоронить, прибегают узнать о том... Ну, отношения у всех разные. О том, что да, что они наследники или нет. Вот, кстати, поговорили о наследниках, а вот если человек все-таки уже чувствует, что пора бы уже позаботиться о своих близких, как ему правильно оформлять право наследия. Свои права, да, на будущее время. Ну, в принципе, у нас есть такое понятие, как завещание. Это как раз распоряжение имуществом наследодателя на случай его смерти. Но, понимаете, вот завещание, я полагаю, что, наверное, надо составлять в тех случаях, когда нет наследования по закону. Вот если семья нормальная, если у нее, у этой семьи, пусть мать осталась одна, и двое детей, и между детьми спора нет, и она их любит, и она никого не хочет выделить, вообще ничего составлять не надо, потому что здесь наступает порядок оформления наследства по закону. И закон учитывает степень родства. То есть наследниками первой очереди являются пережившие супруга, родители, дети умершего, в равных долях внутри очереди все наследники наследуют. Если нет наследников первой очереди, к наследованию призывается вторая очередь. Это родные братья и сестры умершего, дед, бабка, как со стороны матери, так и со стороны отца. И так дальше. По степени родства до пятой степени родства. Но я хочу что сказать. Если гражданин хочет кому-то отдельно сделать завещание, или же распределить свое имущество при жизни, квартиру одному, гараж другому, машину третьему, тогда лучше составить завещание. И у нас новое появилось основание наследования с 2018 года. Это наследование по наследственному договору. Это тогда, когда наследодатель с наследником заключает договор, в котором определяет круг наследников и порядки выплат, которые можно будет производить как при его жизни, так и после его смерти. А чем это отличается от завещания? Это двустороннее? То есть завещание это одностороннее? Это односторонняя сделка завещания, это односторонняя сделка. И здесь возможность определить имущество очень сужена. При наследственном договоре можно более широко определить, что вот да, мой наследник, мой сын, но он не способен, будем так говорить, я не уверен в его экономическом образовании и сметке, он не сможет управлять моим предприятием, моим бизнесом. Так вот я назначаю человека, который, мы с ним договариваемся, что я назначаю человека, который будет исполнять все дела по управлению бизнесом, а ему будут только выплачиваться дивиденды, денежная сумма или же какие-то конкретные имущества, какое-то конкретное передаваться. Он останется владельцем, но директоры, они будут управленцы другими. Распорядителем, распорядителем всего этого будет другой человек. А вот есть еще такую, представим, ситуацию, например, у родителей есть два ребенка, вот, остается кто-то один, ну, один из родителей, они уже думают о наследстве оставить этим детям, что-то в семье случается, и, например, мама говорит сыну, А, давай я тебе не буду ничего оставлять, ты и так самостоятельная, а вот дочке я квартиру оставлю, например. Как в такой ситуации поступать сыну? Ну, вы знаете, никак. Дело в том, что это желание того человека, который это имущество наживал, и оно священно должно быть для любого ребенка. И в данной ситуации, наверное, вот вы правильно построили модель вот этого примера, что перед тем, как писать завещание, лучше, конечно, в семейном кругу обсудить все вот эти моменты. И чтобы не было этому сыну обидно, что вот его как-то, может быть, даже не упомянули в завещании, и даже вот как-то, как неродное, вот ощущения у него могут сложиться. Поэтому лучше сразу же договориться и прийти к нотариусу. Но ведь зачастую пожилые люди приходят ни с кем не посоветовавшись в семье, и приходят на свое усмотрение, составляют завещание. Потом дети разводят руками, но мы принимаем все это. Единственное, если вторая сторона, в чью пользу не составлено завещание, считает, что родитель, который составлял завещание, находился в неадекватном состоянии, он не мог адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, он вправе обратиться в суд о признании данных завещаний недействительными. И как часто выигрывают такие суды? По-всякому бывает. Здесь сложно делать какие-то выводы, потому что меня всегда удивляет, когда пожилой человек живет один, ходит в магазин, сам себя обслуживает, и вдруг выясняется после его смерти, что он не мог адекватно отвечать за свои поступки. Каждая конкретная ситуация очень сложная. Надо, наверное, начинать с себя, чтобы у родителей сомнений не было оставить тебе имущество. То есть вести соответствующим образом себя. Конечно, все зависит от отношений. Кстати, правило первого родства, первой ступени родства, она здесь не работает? Что в любом случае, например, остается наследство какое-то? Вы когда говорите в контексте завещания? Да. В контексте завещания здесь есть такая одна... Завещать можно кому угодно, причем даже юридическому лицу. Но в данной ситуации свобода завещателя не безгранична. У нас есть такая статья 1149 Гражданского кодекса, которая говорит о том, что независимо от желания завещать имущество, нетрудоспособность супруга, родителей, дети получат так называемую обязательную долю в наследстве, независимо от текста завещания. Нетрудоспособность в данной ситуации определяется до 18 лет, соответственно, от детей. В отношении всех остальных это первая, вторая, третья группа инвалидности и достижение пенсионного возраста. Независимо от того, что у нас произошла пенсионная реформа, федеральный закон определил, что правом на обязательную долю будут иметь право женщины, достигшие 55 лет, мужчины 60 лет. Если кто-то из перечисленных мною наследников ушел раньше на пенсию, ну, по каким-то льготным моментам, военно, работал в районах Крайнего Севера, вот этот факт не учитывается. А так вот пережившему супругу, родителям, детям, при наличии нетрудоспособности будет определяться одна вторая доля от той доли, которая причиталась бы ему по наследству, если бы не было завещания. Хорошо, Венерия Ахатовна, расскажите несколько пунктов нашим зрителям, кратко, как можно удачно составить именно наследство, завещание, чтобы не ошибиться, например. Ваши юридические, нотариальные как раз секреты. Ну, вы знаете, здесь ведь, здесь очень индивидуальный подход к каждому. Здесь, если у человека есть сомнения в том, что нужно составить или нет, лучше всего прийти к нотариусу. И нотариус рассмотрит с вами вместе каждую конкретную ситуацию. Причем лучше нотариусу говорить все, потому что, если неверная информация, соответственно, неверная консультация. И в каждом конкретном случае вам несколько вариантов может быть предложено, даже если вот пришел человек и говорит, вот у меня сын и дочь, я хочу, чтобы им все досталось. Мы можем вам сказать, у вас есть основания наследования по завещанию, вы можете это завещание написать. У вас есть основания наследования по закону, потому что дети являются наследниками в равных долях по закону. Как вы пожелаете, так, пожалуйста, и делайте. И здесь уже будет объяснено, что лучше в той или иной ситуации сделать. Я вам говорю, что иногда оставляют завещание тем, кто, людям, которые ухаживают. Иногда оставляют не очень близко и по степени родства людям, потому что действительно они проявляют сочувствие, интерес и помогают вот нашим пожилым гражданам. Ну, всяко бывает в жизни. Конечно, если бережно относится, сколько таких историй, когда чужим людям как раз переписывали, ну, это уже совсем другая история. То есть, чтобы оставить потомкам только хорошее, надо в любом случае обращаться к нотариусам, получается, да? По наследству, да. По наследству обязательно. И даже если долги есть, лучше всего начинать потихонечку платить, приходить и, ну, ничего плохого мы вам не посоветуем. Мы консультации все даем бесплатно, а там дальше уже право ваше принимать то или иное решение. Спасибо, Венера Ахатовна. Дорогие зрители, если вы собираетесь оставить кому-то что-то хорошее в наследство или получить его, обращайтесь к ульяновским нотариусам. С вами была Виктория Черкова. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok